Привет! Это видео будет разговорным, и в нём я расскажу о том, как я научилась фотошопить, а также порассуждаю на тему того, как нужно прокачивать свои навыки в фотошопе, да и вообще, как учиться чему-то новому. На фоне в это время будет процесс создания моей последней обработки. Не будем тянуть, поехали! Зайду чуть издалека и расскажу о том, как я вообще столкнулась с фотошопом. Было это очень давно, мне было 5 или 6 лет, и папа вместо моих привычных игр открыл фотошоп. Тогда это было ещё CS3, и я в принципе не понимала, что происходит, но мне включили какой-то видеоурок с гнусловым голосом, где рассказывалось о том, как поменять цвет машины. Ну и я пыталась повторить все шаги, которые озвучивались в этом ролике. Потом я ещё пыталась менять фон у фотографий, но получалось на самом деле так себе. Вот одна из моих первых обработок, которую я сделала как раз в возрасте 5-6 лет. Да, это я. Ну, очень похоже. Кстати, уже несколько раз говорила, что как только на этом канале наберётся 20 тысяч подписчиков, я переделаю этот арт. Самое интересное, что получится, ну а как скоро это будет, зависит только от вас. Так вот, узнала я о фотошопе довольно давно. Но если вы думаете, что с тех самых дней я постоянно уделяла этому увлечению время, вы ошибаетесь. Думаю, что мне надоело где-то через неделю. Однако в моей голове твёрдо засела мысль, что если мне нужно что-то сделать с фотографиями, я должна открыть фотошоп. Итак, сколько я себя помню, на моём компьютере всегда был установлен фотошоп. И открывала я его для того, чтобы обрезать фотографию. В этом же приложении больше ничего не сделать, да? Так шло время, у меня были какие-то другие увлечения, да и время я тратила на другие вещи. Например, на компьютерные игры. При этом меня всегда интересовали концепты. Поэтому я постоянно смотрела работы художников. А когда мне было скучно, я смотрела на залипательные спид-арты. Ну, знаете, те, в которых с нуля отрисовывают мега реалистичную картину. А ты сидишь такой в шоке и думаешь, что, как он вообще это сделал? Думаю, что это дало мне какие-то базовые понимания того, как работает композиция и перспектива. А также, как сочетать цвета, что является не менее важным при фотобаше. Помимо таких артов, меня интересовали красивые фотографии. Поэтому я даже пыталась фотографировать. У меня, правда, не было своего фотоаппарата, и мой первый фотоаппарат появился мне чуть больше года назад. Однако его отсутствие не мешало мне брать его у друзей и фотографировать их. Все были в плюсе, они получали фото, а я временно получала фотоаппарат. И, кстати, получалось у меня довольно неплохо. Ну, мне так казалось. В какой-то момент я начала понимать, что просто фотографировать недостаточно. Да и мне хотелось получать более интересные результаты. А как сделать фотографии еще лучше? Магия? Нет, фотошоп. Итак, это было уже в старших классах. Я начала пытаться делать цветокор и какую-то ретушь. Я, в принципе, не думала, что есть уроки. Да, я смотрела ютуб. Но я даже не думала искать что-то там. Мне нравилось изучать все самой. Тыкать на разные кнопки, смотреть, как портится моя картинка, и понимать, что так делать не стоит. Да, и я опять пыталась сделать что-то более интересное. Поэтому пару раз я даже пробовала полностью заменить фон. Получалось что-то подобное. И вроде получалось неплохо, потому что моим друзьям очень даже нравилось. Тут мы упустим небольшой фрагмент истории, потому что ему можно посвятить даже целое видео. И в итоге просто скажу, что я сделала буквально несколько артов. Но нехватка времени и приближающиеся экзамены вновь заставили меня отложить фотошоп. Уже после поступления в ВУЗ я случайно познакомилась с ребятами, которые ведут научпок-канал. И которые дали мне мотивацию снова залезть в фотошоп. Как минимум потому, что они стали моими первыми заказчиками. Так что примерно с января прошлого года я серьезно засела в фотошоп. Начала вести свой инстаграм и завела этот канал. Именно с этого времени я усиленно занимаюсь арт-обработками, и до сих пор учусь делать их лучше. Забавно, что если сложить все дни, которые я потратила на фотошоп до поступления в ВУЗ, то получится не больше месяца. Поэтому, когда меня спрашивают, сколько я занималась фотошопом, я отвечаю полтора года. Ну а что за курсы ты проходила? Что за гайды ты смотрела, когда училась? Именно этими вопросами начинают заваливать меня, когда я говорю, сколько времени занимаюсь арт-обработками. Так вот, никакие курсы я не проходила, да и никакие гайды не смотрела, не считая того видоса в 6 лет про то, как покрасить машинку. Можно сказать, что я никогда не училась фотошопить. У меня просто были безумные идеи, которые я пыталась воплотить в жизнь путем долгих копаний в программе. Ведь мне всегда нравилось самой разбираться и самой искать варианты того, как сделать ту или иную вещь. И мне кажется, это пошло только на пользу. Сейчас есть огромное количество гайдов, которые помогут вам усвоить фотошоп очень быстро. Но все гайды абсолютно бесполезны без практики. Но серьезно, это относится не только к фотошопу. Главное, что вы должны понять, когда вы пытаетесь научиться чему-то новому, это то, что сразу идеальные у вас работы получаться не будут. Обработки – это такой же навык, который нужно постоянно тренировать и развивать. Не нужен талант, нужно ваше старание. Если вы хотите получить результат, вы должны упорно работать над ним, а не забивать после первой неудачи. Как бы банально это ни звучало, практика и еще раз практика – вот что нужно, чтобы научиться фотошопить. Огромные перерывы в работе делают только хуже. И именно поэтому время в годах вообще ничего не стоит. Кто, по-вашему, будет лучше фотошопить? Человек, который целый год занимался обработками по 5 часов в день? Или человек, который целый год занимался обработками раз в неделю? Думаю, ответ очевиден. Роль играет именно время вашей практики. Вы же знаете правила 10 тысяч часов? Говорят, что примерно столько нужно потратить, чтобы достичь успеха в той или иной области. Именно поэтому, если вы хотите, чтобы ваш скилл рос, нужно уделять практике очень много времени. Допустим, что с практикой все понятно, но что насчет теории? Слепые повторения гайдов вам не помогут. Просто поверьте, что повторяя за кем-то, вы запомните в несколько раз меньше, чем когда пытаетесь делать что-то свое. Когда вам говорят, куда тыкнуть, вы тыкнете и, скорее всего, даже не задумаетесь, почему получился такой результат. А потом, когда вы будете пытаться делать что-то свое, вы будете ужасно растеряны, потому что не будете понимать, как сделать ту или иную вещь. Вы будете думать, что у вас не хватает креатива на собственной идее. В итоге вы попадете в ужасную ловушку того, что, следуя гайдам, у вас получается что-то классное. Вот сделать что-то свое у вас выходит уже не так круто. Я не говорю, что не нужно смотреть гайды, я говорю, что нужно смотреть их правильно. Это значит, что смотря очередной урок, вы должны не пытаться повторить все аналогично, а постараться сделать что-то свое, основываясь на действиях и шагах, которые вы узнали. Это поможет быстрее запомнить, как используется инструмент, где он лучше работает, а где хуже. Да и в конце концов, разве неприятно сразу делать что-то свое? Именно поэтому я считаю, что даже повторение чужих идей – это не очень хорошо. Чтобы действительно расти и прогрессировать, нужно учиться генерировать свои идеи и пытаться воплощать их в жизнь. Поэтому, когда меня спрашивают, с чего нужно начать изучение фотошопа, я отвечаю с того, чтобы открыть его. Вы просто должны начать пытаться делать что-то и по ходу работы искать информацию, которая вам нужна. Вот, например, вы захотели сделать обработку. Открыли, значит, фото, а как поменять фон не знаете, не умеете, не понимаете, куда нажать. Вы заходите в Google или на YouTube и ищите эту информацию, ну а потом пытаетесь сделать это, а дальше переходите к следующему шагу. Такое постепенное выполнение своей работы пойдет только на пользу. Думаю, что больше всего в изучении фотошопа мне помогло именно то, что, узнавая о новом инструменте, я старалась узнать все способы его применения, а не запомнить какой-то один. И сейчас, когда у меня появляется какая-то задача, я зачастую представляю сразу несколько вариантов того, как можно ее выполнить. Сразу оговорюсь, я не считаю себя профи, я просто делаю то, что мне нравится, и делюсь этим с другими людьми. И сейчас я также пытаюсь учиться чему-то новому, и практически каждый день провожу в фотошопе. Уж за последний год я точно поняла, что жить без него не могу, и занимаюсь всем этим только потому, что мне это ужасно нравится. Вообще, чтобы учиться чему-то новому, я постоянно листаю ленту, рассматривая работы других креаторов. Это могут быть не только обработки, но и фотографии, концепт-арты, и даже 3D-модели. Как я и говорила в одном своем ролике, это помогает накапливать базу визуальных образов, которые в дальнейшем помогают придумывать свои идеи, да и помогают вырабатывать какой-то вкус, который поможет при работе. Сейчас я говорю именно о тех базовых пониманиях композиции, светотени и сочетания цветов. Также я смотрю много спид-артов, которые никак не озвучиваются. Думаю, что новичкам будет довольно сложно понимать, что в них происходит. Но вот когда я уже знаю, что где находится, и как работают основные инструменты, воспринимать спид-арты намного легче. Новичкам я бы посоветовала смотреть спид-арты с комментариями, или разборы обработок. Даже у меня на канале таких роликов довольно много. Мне кажется, что именно в них можно находить какие-то мелкие фишки и идеи, которые потом можно использовать в своей работе. Ну и главное, не забывайте, что любой успех требует серьезной работы. Спасибо за просмотр, удачи вам в творчестве, и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok